Всем привет! Меня зовут Павел Горшанов и это мой блог о красноярском спорте. Сокол в гостях взял реванш у Бурана. Встреча завершилась победой красноярцев по булитам со счетом 3-2. Все самое интересное происходило в третьем периоде. Ой, че делается? На протяжении двух периодов командам не удавалось открыть счет, а в третьем первую шайбу забросили красноярцы и спустя 2 минуты удвоили свое преимущество. Но в оставшееся время хозяева смогли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм. Для того, чтобы одержать победу, Сокол не хватило полутора минут. В дополнительное время команды выявить победителя не смогли, а вот в серии булитов сильнее были красноярцы, реализовавшие три попытки подряд. Наша женская хоккейная команда тоже оказалась сильнее своих соперников. Девчонки из Бирюсы дома обыграли Торнадо. Победителя тоже определяли в серии булитов. Счет 4-3. Бирюса идет на третьем месте в таблице. Хоккейный Енисей на выезде уступил клубу «Байкал Энергия». Еще до матча было достаточно тех, кто поторопился списать нашу команду со счетов, так как у нас отсутствовали наши главные нападающие Лопатин и Ломанов. Но наша команда смогла показать достойный хоккей. Енисей в какой-то момент даже вышел вперед, но на перерыв команды ушли с равным счетом 3-3. Во втором тайме мы отличились один раз, а хозяева забили трижды. Итоговый счет 6-4. Енисей идет на шестом месте в таблице. Футболисты Енисея проиграли родине в заключительном матче этого года. Первый тайм был богат на острые моменты, но за все его время команды забили только по одному мячу. После перерыва хозяева отличились с пенальти, и этот мяч стал победным. Енисей уходит на каникулы на девятом месте в турнирной таблице. Следующий матч красноярцы проведут 3 марта в воскресенье. Дома они сыграют против московского торпеда. Баскетболисты Енисея на своем паркете обыграли Астану. Вообще такое ощущение, что в Красноярск наконец-то возвращается качественный баскетбол. Гости вырвались вперед во второй четверти и до финальной 10-ти минутки сохраняли за собой лидерство. Более того, после третьей четверти команда из Казахстана вела с перевесом в 9 очков. Но красноярцы, благодаря хорошей игре в защите, смогли остановить атаку соперника. И в валидольной концовке вырвали победу. Счет 96-92. Енисея идет на четвертой строчке и сейчас является единственной командой в лиге, которая ни разу не проиграла дома. Волейбольный Енисей на своей площадке в сухую обыграл Газпром Югру. Встреча завершилась крупной победой красноярцев со счетом 3-0. Однако главный тренер команды заявил, что это был не лучший матч и дома нужно играть гораздо лучше. Звание спортивного момента на минувшей неделе стоит отдать игроку «Сокола» Андрею Дедковскому за его первую шайбу в матче против «Бурана». И немного заглянем в спортивное будущее. В эти минуты баскетболисты Енисея на выезде играют с клубом «Уралмаш». А волейболисты завтра тоже на выезде встретятся с нефтяником. На этом у меня все. С вами был Павел Горшанов. Следите за новостями. Занимайтесь спортом. Пока.